короче смотри почему ну типа комплексная прокачка про пикап да что типа у меня есть история вот недавно рассказывала там одна девчонка такая история смотри значит типа за ней бегал охранник в ее офис-центре прямо ухаживал то есть там красиво ухаживал долго цветы дарил там еще какая-то хуйня куда-то я там приглашался на с ним пару раз ходил хотя но ей не нужен охранник и потому что она у нее там значит типа она такая вот мне подавай олигарх потому что она сама работает там допустим главным юристом этого предприятия ну соответственно там интеллектуальный уровень определенный да там и так далее так далее так далее то есть и но интересы другие то есть другой уровень жизни именно на уровне ментальности какой-то понимаешь и блять а тут охранник ничего не в голове да блять принципе но если у него есть мозги в голове он будет работать охранником сугубо временно да то есть он со всяким человеком может случиться любая хуйня да например там ну так получилось что временно работаю в охране но временно чувак как бы он ей не нужен не потому что там у него вообще ему бабок дохуя оплатили он был бы охранником все равно она бы с ним но не повелай а за ней там ухаживают всякие топ-менеджеры вот этого ее предприятия и так далее да там и то есть охранник он так красиво долго ухаживал и в какой-то момент он видел как короче за ней заехал там чувак на дорогом тазу и типа там они поцеловались то есть все и в общем итоге он то ли я не помню то ли позвонил блять высказал всю эту хуйню то ли написал то ли блять прям прям прямую встретил да и то есть он ей прям вот знаешь начал высказывать что блять да ты шлюха короче ты там повелась на тачку на бабки я тут типа чё блять раз я тебе там не дарил цветы разъезд с тобой не укажет начинаете претензии то есть как бы что виновата она в этой херне которая случилась да типа она шлюха и так далее блять чувак кто тебе мешает купить себе дорогой таз и понять что дело нихуя не в нем ну как бы это значит как хороший дополнительный атрибут ну то есть ты сам себе пиздатый чувак интересная личность классно и так далее да но если у тебя еще есть там дорогой таз как бы это не будет лишним да это совершенно не та херня на которую там допустим я знаю таких там топ-менеджеров и реально очень богатых чуваков которые принципиально не водят нахуй не надо они не любят водить машину они не хотят вать машину они блять все время передвигаются либо с водителем на тачке со своим либо вообще на такси то есть вот такая хуйня да или у них может быть денег там на две-три квартиры в москве хватит спокойно но они принципиально снимают квартиру потому что один чувак у нас снимает за 180 тысяч прикинь квартир в месяц блять явно что можете позволить купить квартиру да да чему это не нужно может быть он не хочет себя к чему-то привязать может он эти бабки вкладывать чтобы не знаю в испании там хоть коттеджку пить да или что-то еще ну то есть вот такая хрень я к чему что для кого-то вот это вот когда этот охранник увидел эту тёлку с мужиком и подумал что она повелась именно на тачку а не потому что ну у него мышление блять охранника ну другое она понимаешь и вместо татусе есть два пути да то есть первый путь что причем его убирает большинство потому что всегда проще обидится да там расплакаться сказать вот блять мир несправедлив она шлюха и так далее то есть ну это называется у психологов психотерапии экстернальный локус внимания то есть когда у чувака виноваты все короче в том что происходит с ним то есть все виноваты то есть там путин блять не знаю правительство там это это да там тёлки там дуры шлюхи и так далее не дают такие люди они короче редко болеют неврозом ну невроз это когда у тебя что-то не получается в жизни ты начинаешь задрачиваться из-за этого потому что они считают что это задрачиваются люди которые себя винят в чем-то потому что ну они никогда не будут успешны эти люди потому что если у тебя все во всем виноваты блять всегда это очень удобно с точки зрения что ну это же не я это они но чтобы чего-то добиться нужно блять полностью брать ответственность на себя даже если муж бьет жену если он ее пиздит сука виновата она тоже в том что у меня пиздит знаешь почему то что она выбрала такого мужа потому что она продолжает с ним жить и можно сколько угодно что он пидорас он виноват он меня бьет да возьми уйди от него некуда идти всегда есть куда идти блять не знаю с ними комната общежития понимаешь а есть интернальный локус внимания это когда ты считаешь что все полностью все в этом мире сука все кроме дождя она зависит от тебя всему причина ты да это тяжело блять зато ты понимаешь что как бы счета не получилось наверное я как-то не так сделал наверное надо что-то как-то по-другому так далее и с таким локусом внимания люди становятся чаще становятся успешными потому что когда ты понимаешь что все зависит от тебя если где-то что-то проебалась то этот ну там твоя ошибка да то есть как бы тогда ты начнешь работать над собой улучшать себя и для экрана липо за бешен успеха такая херня чувак и я к чему про этого охранника что то есть кто-то видит и вот эту ситуацию что она типа поехала с чуваком на богатой тачке и начинает обижаться на мир на нее и на себя и на всех дать и все пидорасы она проститутка и так далее другой нормальный бы чувак подумал так почему так произошло может быть там дело не только в тачке там она типа любит там ей он еще я так знаешь обвинил тебе подавай там богатых успешных чуваков да прикинь мне нужны успешные чуваки я тёлка я красивая я ухаживаю за собой я там сделал себе сиськи за 300 тысяч не знаю я вложилась в себя я что-то еще сделал я хочу выйти удачно замуж потому что блять я хочу чтобы мои дети жили в достатке понимаешь и безопасность я хочу посмотреть мир и попросить у мужа чтобы он для добавил моим родителям на квартиру потому что они бедные все время живут всю жизнь в ебаной коммуналке понимаешь как бы это нормальные желания но нормальные женщины да там и поэтому она выбрала такого чувака это охранник мог сказать блять это для меня толчок понимаешь типа блять толчок к развитию надо наверное что-то менять жизни перестать быть охранником и начать зарабатывать бабки не знаю купить себе такую же тачку там но сидела в тачке а он выбрал обвинить весь мир вот такая хуйня а пикап он дно это он вот эту херню скрывает знаешь как он ее скрывает что ты как бы не подходил к девушкам не взаимодействовал с ними да то есть ну и не знал об этом что ты определенному уровню женщин нравишься определенному нет а тут ты научился пикапа понял что да классно короче девушкам то начал нравиться но какие-то которые в социальной пирамиде намного выше тебя я не говорю только про деньги или их там положение в обществе да то есть это им не нужен им естественно нужен чувак еще выше тебя да ну то выше ее вернее блять и ты выбираешь либо говоришь что они проститутки это очень просто и легко обижаешься их нынче да либо говоришь что не бля ребята это для меня будет повод стать этим чуваком и сейчас опять вот эти все там знаешь слабые изюки в комментариях начнут писать что ой это типа я что должен ради пиздятина развиваться ради того-то ради того-то они блять ну не понимают ты понимаешь что это не ради пиздятина женщина это как опция к твоей жизни ты понимаешь что типа ну это не потому что я должен вот блять попробраться к самой золоченой пизде блять россии это просто потому что если я хочу всего самого лучшего там не знаю денег блять там путешествовать много свободного времени что у меня был пассивный доход там чтобы я чувствовал себя счастливым блять ну как бы чтобы меня была возможность гулять в парке не знаю со своими детьми там и так далее почаще проводить время чтобы там не знаю я мог помочь своим родителям для есть то есть вот она части как в этом ну для кого свое мне нужна и самая лучшая женщина это просто почему я должен соглашаться быть лакушкой короче как-то так